Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы уже привыкли, что в принципе Если мы слышим какие-нибудь рассуждения То они негативные Однозначно негативные Много лет об этом негативно говорят Да, Рехов Ведь я прав, что все убили Все загубили Была лучшая в мире система образования Теперь учат сдавать тесты Сейчас давай я тогда Немножечко фактурки От которой мы оттолкнулись Когда решали поговорить на эту тему Давай Суперджоп провел опрос И значит 68% опрошенных Резко негативно высказались по поводу негатива ЕГЭ и считают, что его надо отменить Только 16% резко позитивно И считают, что ЕГЭ этот самый Являет социальным лифтом для малообеспеченности Вообще для молодых россиян Люди дают возможность людям поступать в те вузы Которые бы они при других обстоятельствах не поступили К этим 68% примыкают наши депутаты В частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой Назвал единый государственный экзамен Цитата «Калька западных стандартов» И еще одна цитата «Носили над детьми и самой идеей образования» А депутат, простой депутат Максим Зайцев Сказал, что система просто сказала Система себя не оправдала Вот об этом мы и решили поговорить сегодня с нашими экспертом Мне понравилось вообще за простой депутат Вот это самое главное, что я услышал Смех в зале Ну что ж, познакомим А у нас не простые эксперты, у нас хорошие эксперты В нашей студии сегодня Павел Павлович Панкин Учитель истории и обществознания Школы 1741 города Москвы Председатель Московского регионального отделения Всероссийской ассоциации Учителей истории и обществознания Здравствуйте Людмила Васильевна Дудова Профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета имени Герцена Председатель координационного совета Общероссийской ассоциации Учителей литературы и русского языка Здравствуйте Дмитрий Львович Агронат Проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Доктор социологических наук Руслан Анатольевич Ткаченко Основатель и руководитель Агентства позитивного развития Общества и социальных институтов Эксперт в сфере образования и воспитания Здравствуйте Виктор Викторович Панин Председатель Всероссийского общества защиты прав граждан В сфере образования Член экспертного совета При правительстве Российской Федерации Добрый день Будет еще один эксперт Ну когда придет я его и представлю Ну вот давайте от печки 2001 год вводится В пилотных регионах Этот самый ЕГЭ в Москве Он вводился сложнее и дольше Тогдашний мэр этому сопротивлялся Очень активно Но идея была очень простая И она в общем такая Демократичная и позитивная Давайте сделаем единый экзамен Для всей страны Чтобы каждый выпускник Который хорошо отучился в школе И хорошо сдаст этот самый экзамен Мог поступить в любой вуз Российской Федерации А не то что вот ты сдал у себя В глубинке в деревне там на все пятерки А потом поезжай в Москву В Санкт-Петербург Или куда тебе поближе И пытайся там по новой поступить А естественно все преимущества У городских жителей У жителей тех городов Где находятся вузы Потому что там и репетиторы Там и школы другие И в общем-то все совсем по-другому Вот такая была идея Которая с тех пор и воплощается в жизнь Дмитрий Львович На ваш взгляд Вот сама идея Которая была заложена По-моему это единственная была идея Которая закладывалась Вы знаете эта идея Она полностью реализовала себя Вот наш университет Занимает в России 18 место Последнему баллу ЕГЭ Тех студентов Которые к нам поступили Это 85,5 баллов И среди высокобальников У нас растет доля Тех кто приехал из регионов России Вот мне кажется вы озвучили те цифры опроса Которые провел Суперджоп Но мне кажется не тех опрашивали Пусть они опросят Студентов Которые поступили Например к нам И в другие вузы из провинции Благодаря ЕГЭ Абсолютно объективному механизму Когда действительно сдав ЕГЭ Я подозреваю что 16 процентов Которые остро за Это как раз возможно они и есть Павел Павлович Ну вот на ваш взгляд С точки зрения учителя Потому что ну вот вы учитель Явно старой школы Вот А значит раньше Вы учили Так сказать вот История А теперь вы учите Я вот воспроизвожу Доводы против А теперь вы учите Просто галочки ставить Пожалуйста Микрофон Микрофон Да спасибо Нет Дорогие мои По-моему Суть того Чем мы занимаемся Я имею ввиду учителей Не только история Все остальные тоже ходят на работу Как и раньше Не галочки ставить Да Так и теперь Дорогие мои Мы Мне кажется что в этом вопросе Мы смешиваем очень много позиций Причем из настолько разных областей знаний Из социологии Социальные проблемы ЕГЭ как институт образования Да Или это только инструмент образования Роли места в ЕГЭ ЕГЭ это форма проверки знаний Вот мне кажется что О каких-то базовых терминах Нам все-таки надо договориться Да У меня только один вопрос Знаете как Было бы что проверять Это помните еще из фильма Доживем до понедельника Да Вот только маленький пример один Если можно Вот так В дополнение к ЕГЭ Некоторое время назад Появилась такая форма Когда тоже говорили Дети перестали писать сочинения Не умеют писать Надо вернуть Старое советское сочинение На 6 часов Я только напомню Там в магазинах В это время продавались 100 золотых сочинений 50 серебряных Не было только бронзовых Ну потому что Наверное были самые неудачные И вот теперь При формальном Формализованной форме проверки А вы знаете как Разнятся школьные сочинения Не знаю Значит Да Очень серьезно Вот попытки описать Я сейчас говорю Абсолютно серьезно В качестве литературных примеров Иногда используются Надписи комиксом Понимаете До этого доходят Не удивляйтесь Такое бывает На очень Плюс рядом с ними Может быть Очень взрослое Разъяснение детей Обратите внимание Формат Один и тот же Может быть Дело не в формате А все-таки В том Что пишут дети Как они учатся А ЕГЭ Одним дает возможность Раскрыться больше Другим Меньше Понимаете Все-таки школа Ну уж точно Не предназначена Исключительно для того Чтобы Вот Выполнить эту важную роль Сдачи ЕГЭ Школа как учила Должна и дай бог Хорошо Спасибо Может быть Дело не в формате Руслан Анатольевич Я не считаю Ничего не изменилось Зачем репетитор Если у нас уже есть баллы ЕГЭ И я могу разослать свои баллы А чтобы получить нормальные баллы ЕГЭ Как правило Нужен репетитор Причем очень серьезный Особенно допустим Когда мы говорим про английский язык И почему все отлично знаю У меня супруга много лет преподает Репетитор английского Это не экзамен по знанию языку Это экзамен на умение сдавать экзамен Потому что есть такие вопросы Которые ты Вот у меня супруг каждый год Проходит переаттестацию на ЕГЭ Говорит В прошлом году нужно было Обязательно Чтобы мы ссылались на прошлое письмо И не сослалось тебе минус балл В этом году Если ты сослешься на прошлое письмо Тебе минус балл То есть это правило сдачи экзамена Это не навыки таковые А я был директором Я сейчас директор Я набираю себе людей на работу Мне что нужно Знания ЕГЭ Мне не нужны Потому что Человек который приходит Он первым делом должен взять Стороннюю информацию Все что уже есть Собрать вкручу Изучить А потом предлагать что-то Хорошо А в ЕГЭ тебе запрещено Брать стороннюю информацию Ты закрыт И ты не имеешь возможности Что-то там Ответить на вопрос Это не циклоритет Спасибо Роман Это мне не интересно Я понял Сейчас я представлю Последнего эксперта Который пришел Наталья Васильевна Кравченко Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации По развитию дошкольного Школьного и среднего Профессионального образования И просветительской деятельности Здравствуйте Здравствуйте Подключайтесь к разговору Ну вот Дмитрий Львович Хотел сразу Интересно Коллега высказался Что для того Чтобы сдать ЕГЭ Надо значит нанимать репетиторов Вообще в чем-то Пытаться разобраться Чему-то научиться Вывод какой Что для того Если ЕГЭ отменить То вообще не надо будет Ни к чему готовиться Потому что ЕГЭ нет И это не напрягает Школьника Чтобы значит Как-то нормально сдать Значит есть какие-то Другие каналы При помощи которых Можно не показывать знания А показать что-то другое Вот я такой вот Хорошо Ладно Давайте дальше Людмила Васильевна Ваши отношения Во-первых Я хочу сказать Что одну из целей Введения единого экзамена Вы не назвали Она-то как раз Очень важна Потому что Противники Этой формы Итоговой аттестации Обычно С этого начинают Что ЕГЭ Это стресс Так вот Одна из причин Предложенной формы Итоговой аттестации Аттестации Снятие стрессов И увод ребят От двойной сдачи экзаменов То есть Сдав экзамен Единый Ребенок Тем самым Получает возможность Поступать в ВУЗ Не сдавая Вступительные экзамены Это первое Второй момент Да Вот то о чем Вы уже сказали Я занимаюсь ЕГЭ Даже страшно сказать Связана с ЕГЭ Непосредственно Не занимаюсь Хотя прошла в разных формах 20 лет Поэтому То есть у истоков стояли Да, я стояла у истоков И была в качестве Экспертов Измерительных материалов Да Была в качестве Экспертов Анализирующих Итоги Сдачи Руководила Предметной комиссией И по русскому языку И по литературе В Москве На протяжении Несколько лет И так далее То есть я Поработала в ЕГЭ В разных формах В разных формах Каких только можно Работать на этой Итоговой аттестации И эволюцию Которую я прошла От момента Категорического Неприять Того самого ЕГЭ Где нужно было узнать На каком поле Лежал Болконский Бородинском Австралийском Или Куликовом поле Да Вот от этого момента До сегодняшнего До сегодняшнего экзамена Дистанция огромного размера Поэтому вот это Очень важно знать Кроме того Совершенно Вот Неправильная постановка Вопроса работодателя Который Принимая на работу Человека Я очень сомневаюсь Что нынешний работодатель Принимает на работу Вполне требующий Соответствующей Квалификации Выпускника Одиннадцатого Класса Он принимает Да Он принимает Как минимум Выпускника Колледжа Или вуза Поэтому пожалуйста Вопрос их Колледжам и вузам За все время Обсуждения Дискуссии ЕГЭ Этот вопрос Абсолютно Не поднимался Хорошо Спасибо Людмила Спасибо Виктор Викторович У вас уже были Какие-то эмоции И комментарии Пожалуйста У меня их всегда много Когда мы говорим О таком глобальном вопросе Понимаете И сколько лет уже говорим Вот Людмила Васильевна Сказала Двадцать лет занимается Страшно сказать Страшным вопросом Да Мы от Туллища Начинали еще раньше Да Еще раньше А что это за Масфильм Подожди Там была площадка Да-да-да Там много вопросов было Но я хочу напомнить Всем уважаемым экспертам И слушателям Нашим телезрителям Уважаемым Что единый государственный экзамен Вводился-то Не абы как Да Ну в смысле Абы как Но не просто так Да И на чьи деньги он вводился Да И по каким условиям он вводился Мы же все это прекрасно помним Давайте не будем лукавить Я напоминаю Напоминаю Что это было одно Из требований Одно из условий Всемирного банка Дачи тех денег В которых нуждалось Наше государство На тот момент То есть те займы Которые мы получали По линии всемирного банка Они определенным образом Устраивались Да То есть ставились Определенные условия В том числе изменения Которые вносились В нашу образовательную систему И введение Того самого Единого государственного экзамена Как одно из условий Поэтому говорить о том Что это было Такое уж добровольное решение Конечно Потом наши чиновники Очень дружно И умело Начали какую-то Подоплеку Так сказать Ну надо же людям Объяснить Что мы делаем Надо же Какой-то аргумент Более весомый Нежели вот мы деньги Там попросили И нам дали На каких-то условиях Мы должны людям Объяснить Что мы значит Заботимся Мы печемся О безопасности Нашей системы образования Это деятельность Мировой закулисы Я правильно понимаю Я согласен абсолютно Нет я просто спрашиваю Что это калька Западных стандартов И да Это деятельность Мировой закулисы Это не конспирологические теории Наталья Васильевна Ваши отношения Те аспекты Которые вы видите Важны в этом разговоре Я еще не дискутировала Публично на тему ЕГЭ Я такой новенький Наверное Среди вас Послушайте Кто на новенького Кто на новенького Ну смотрите Кризис системы образования Налицо Да Вот деньги были проинвестированы Они ли повлекли кризис Системы образования Всех уровней или нет Там предстоит еще разобраться Но я сейчас не Ну не буду обсуждать Содержание ЕГЭ Меня беспокоит другое Беспокоит то Что вся система Общего образования Подчинена тому Чтобы дети сдавали ЕГЭ И качество Работы школ Образовательных организаций Измеряется тем Как ребята сдают ЕГЭ И тем как Я понял Ребята Участвуют в олимпиадах И результаты И вот здесь вот Павел Павлович Вот сейчас я Да Это вот прям Противоречие вашим словам Потому что мы как учили Так и учим А мы же знаем Вот у нас здесь Клуб учителей есть Что результаты школы Оценивается По количеству И по качеству С данного ЕГЭ Вот и все А дальше Что ты хочешь То и делай Такой показатель Действительно Входит в понятие Рейтинг И он Тоже имеет Право На существование Да Но если дети сдавали Сдавали хорошо Почему им это не засчитывать Да Это результат Да Другое дело Понимаете Мы очень многие вопросы Вес у этого показателя Самый существенный Нет Там не самый существенный Там есть десятые доли Там есть другие доли Там зависит от результата Показанный школьникам Дорогие Мне кажется Что вот мы выходим На одну очень серьезную проблему Мы ее называем Но как-то И сразу уходим от нее Просто есть Разные уровни Проблемы связанные с ЕГЭ Есть глобальная проблема Мир не знает Что такое образование В 21 веке Весь мир не знает Упомянутый кризис И мы не исключение Все только ищут Как приспособиться К новым реалиям Я хочу сказать Что мы обсуждаем Вариант отмены ЕГЭ Тогда вопрос Что взамен Или вариант совершенства Я хотел задать этот вопрос Да Если мы сейчас разрушим 20 лет строящую систему Что мы получим Еще один кризис На кризис Что мы будем ставить взамен Прежде чем допустим Решиться отменять ЕГЭ Нужно понять Где он сделал плохую ситуацию А плохого он сделал Вот что Когда в начале До ЕГЭ Человек поступал в ВУЗ Он в школе отучился Школа Дала ему аттестат И все нормально Там он сам сдает До двойки До пятерки его проблемы А теперь четко завязано Он каринцев В десятых доли сот Но оценка ЕГЭ Однозначно является Важной для школы Важной И от этого Нету развязки То есть школа Не может как бы зафиксировать Она фиксирует свою работу Получается ЕГЭ Но ЕГЭ изначально Была создана Для поступления в ВУЗы И вот этот ЕГЭ Который выполняет Многофункциональные задачи В этом его ошибка Потому что Вот вы говорите Раньше люди шли в колледжи Сейчас тоже люди Идут в колледжи Для того чтобы После колледжа поступить в ВУЗ Прекрасно И очень хорошо Она максимально увеличивается Очень хорошо Нет не да Она идет стабильно Трендом уже последние лет 10 Нет не 10 лет Просто на нарастающей Сейчас она активнее стала Нет имеется ввиду Что это теперь Именно тенденция Поступить в колледж А потом в ВУЗ Это профессиональный рост А для школы Это получается неинтересно Какой колледж Почему ЕГЭ сдал Ну логика понятная Да пожалуйста Потому что ЕГЭ Входит в рейтинг Спасибо Руслан Анатольевич Но ЕГЭ Это остается Не все же уходят Так вот если отвязать ЕГЭ В принципе от школы Как рейтинг Тогда многие вопросы Изменятся В том числе и в подходе В школе То есть подождите Сейчас секундочку Школьник Звонит последний звонок Он выходит из школы И идет куда-то В совершенно отдельную организацию Место где он сдает ЕГЭ Он в школе раньше сдавал аттестацию Да Ты в школе сдал У тебя была оценка Ты можешь оценить Вот мы же ВПР Экзамены какие-то выпускные А оценки почитаем ВПР пишем Они же учитываются Для школы То же самое Ты можешь сдать Вот экзамен итоговый Но это не будет ЕГЭ А ЕГЭ Только для поступления А ЕГЭ сдавать Где-то отдельно Дмитрий Львович У меня вопрос Вот сейчас вот Услышали 68% вот этих граждан Отменили ЕГЭ Что вы ожидаете? Что будет? В смысле? Ну вот вы К вам Вы же потребитель абитуриент Да ничего не будет Я вообще не доверяю Этому исследованию Ну понятно Ну вот вдруг Услышали Вице-спикера Госдумы Вы Мне задаете вопрос Что вы ожидаете? Что будет На ваш взгляд Если сейчас отменить ЕГЭ? Будет еще лучше ЕГЭ Которая будет совершенствоваться Это замечательная система Которая То есть ее не отменят Я правильно понимаю? Она будет только совершенствоваться Вечно Ладно Людмила Васильевна Если сейчас отменится ЕГЭ Что произойдет? Для того чтобы отменить ЕГЭ Нужно переписать закон об образовании В котором написано Что итоговая форма Итоговой аттестации Может быть любой Вот сейчас он А закон об образовании Это фиксирует И отмена итоговой аттестации Быть не может Это первый тезис Второй тезис Второй тезис Уже второй год Второй год Выпускники 11 класса Имеют возможность выбора Чтобы вы знали Если вы следите за тем Как развивается Те кто не желают Продолжать обучение В высшем учебном заведении Он не сдает ЕГЭ Он проходит испытания В школе Выполняет соответствующие работы И получает документ об аттестации Пожалуйста Если он захочет когда-то Поступать в высшие учебные заведения Ну пожалуйста Сдай соответствующий экзамен Кроме того Кроме того Вот уже здесь возникал сюжет Со средними специальными учебными заведениями Где существует другая форма поступления Говорить о том Что единый государственный экзамен Это единственная форма поступления Просто неправда Это не так на самом деле Что касается Самого Последнее Что касается Самой эволюции ЕГЭ За 20 лет За 20 лет Ни одного предложения Не поступило Ни одного Не хотя бы А между тем Для детей с ограниченными возможностями Создана специальная форма Итоговой аттестации Они об этом просили Это неправда Что ни одного предложения Не поступило И кстати говоря Именно благодаря Сейчас уже нету времени Модель не поступило Модель Виктор Викторович Людмила Васильевна Спасибо Павел Павлович У вас Я если можно Со слов детей Я им когда Ехал сюда Я им сказал Куда я еду И что мы будем обсуждать Это десятиклассники Сегодня Которые в школу Все-таки пришли Я говорю Ну вот как вам-то ЕГЭ Они сначала грустными стали Задумывались А потом прозвучало Дети очень мудры по-своему Сами не понимают Своей мудрости А вы знаете что нам В нем все-таки устраивает Мы понимаем правила Вот это очень важно Но что еще очень важно Вот такие встречи Чем они полезны Дорогие мои Вот когда Точка соприкосновения Между нами есть Я целиком согласен Что называйте цифровой след Называйте портфолио Только про него тоже Надо очень четко договориться Простите Любую олимпиаду За 100 рублей С дипломом Считать портфолио Нельзя Спасибо всем экспертам За ваше Непримиримое отношение К вопросу Да И мне нравится Что не надо еще Уже встают и уходят Спасибо всем Это неожиданно Жаркий Случился диалог Это ЕГЭ Пока еще с нами Так что дорогие друзья Это не последнее обсуждение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова